Лучшее в стране Дорогие друзья, как известно, мир спасет красота. И сегодня в эфире Страны ФМ появляются люди, которые эту красоту творят. Здравствуйте, меня зовут Роман Шахов, моя замечательная коллега Лиза Калинина и наши гости. Мы с удовольствием представляем людей, которых еще называют провокаторами в современном арт-пространстве. Вот как. Художники, участники арт-группы АС плюс Ф, Евгений Святский и Татьяна Арзамасова. Добрый день. Добрый день. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. У нас много поводов, на которые мы хотели бы с вами поговорить, которые хотели бы обсудить. И начнем с того, что сейчас по мотивам вашего проекта стартует такое модное, инновационное путешествие. Все верно говорю? Ну, можно сказать даже, не побояться, VR-трип. VR-трип. Я бы сказал, что это не по мотивам, а это наш проект. Ваш проект. Ну, вот так написано в пресс-релизе, тем не менее. Чтобы люди наши понимали, будут надевать такие шлемы, специальные VR-очки и начнут путешествие? Давай скажем, где можно путешествовать, где шлемы и где искусство. Итак, Центр современного искусства Марс. Мы всех приглашаем. Вплоть до 1 августа можно насладиться искусством. Правильно? Совершенно верно. Инсталляция смешанной реальности психоз. Так. Какой же психоз нас там ждет? Рассказывайте. Интересно. Прежде всего, значит, история начиналась в электротеатре Станиславский под руководством Бориса Яхананова при участии режиссера Александра Зельдовича и был поставлен два года назад. Один из самых мощных драматургических актов в истории человечества – это пьеса Сара Кейна «Психоз 448», которая известна тем, что это была не только как бы точка в конце произведения, но и точка в ее жизни. А Сара Кейна была таким лондонским совершенно культовым писателем, драматургом, человеком. И вот эта ее пьеса, она легла, собственно, в основу спектакля, которые всегда играли как либо монолог. У нас случилось с Александром Зельдовичем, что Сара Кейн разделилась на много ипостасей, и Сару Кейну играли 19 актрис разного возраста, разного темперамента. Мы сделали практически всю визуальную историю, которая была несколько параллельна тому, о чем игралась пьеса. То есть немножко видеоряд такой сделали? Но это видеодекорации спектакля на подвижных экранах. Давайте посмотрим сейчас. Надеюсь, у вас есть, друзья, возможность видеть. тараканы. Ну, это психозу, можно сказать, самое главное. Это то, что в голове, да. Герои. Герои. Вот такая вот странно жестокая инсталляция с... Череда видений героини Сары Кейн. Не стоит все-таки смешивать, конечно, авторы и герои, но они довольно близки оказались по жизни. Это вот тоже летит ипостась таракана в виде такого бомбардировщика или бомбардировщицы. А это уже фрагмент финала. Да, черный снег. Вот, собственно, это начало, это больничный коридор. Больница, где она была в конце своей жизни. Да, да, да. Да, и где был написан текст. Ну, вот видео, которое было сделано к спектаклю, оно же послужило как раз основой для развития в сторону виртуальной реальности и вот такой инсталляцией, которую мы называем инсталляцией смешанной реальности, поскольку непосредственно в физическом пространстве центра Марса там воспроизведен вот этот вот фрагмент больничного коридора, из которого начинается вот этот трип. Вы видите такое безумное проникновение через капельницы. которые сами живут своей жизнью. И попадание в каждый раз в новый эпизод такого видения или сна. Человек выходит в свет, получается? Человек, нет, человек выходит, куда вышла Сара Кейн. А именно в небытие. Да, но у, так сказать, человека, который попробует вот эти все видения, гораздо больше шансов вернуться к нормальной реальности. Послевкусие все-таки созидательное. О, конечно. Спасибо. То есть это тот случай, когда действительно не надо путать туризм с эмиграцией, посмотрели и будет, так сказать. И хватит. И можно вернуться. Вот. Это, в общем, конечно, грустная тема. Слушайте, ну это как вакцина. Это как вакцина. Это как вакцина, вы совершенно правы. Потому что там попробовать пережить и быть окруженным вот такой визуальностью довольно странных видений, а потом все-таки вернуться к своей обычной жизни, это, в общем, только привилегия VR. Ни одна из форм современного искусства еще пока там не достигала такой степени. Либо вы просто смотрите и воспринимаете, а тут вы переживаете. Вы внутри. Ну, внутри находите. Первые посетители, которые уже посмотрели, ощутили, какую давали обратную связь? У нас не было пока возможности поговорить с людьми. Никак пока не получали. Дело в том, что мы были на открытии другой выставки в Женеве и только вернулись. И тут несколько, много разных всяких срочных обстоятельств наложилось. Так что нам не было, у нас не было времени даже вот заглянуть и посмотреть, как там, что происходит. Ну, я думаю, что это крайне надежные партнеры и люди, которые занимались сотворчеством, потому что там прекрасная команда в Марсе. Мы их знаем, они приходили, даем большой привет. Совершенно такие прекрасные люди, которые на самом деле глубоко вживались во все эти сложные образы и перипетии. Мне кажется, что не должно быть ничего, что стало бы диссонансом. Вы как художники, насколько сложно придумывать из себя вот эти образы, рождать? Как это происходит? К тому же у вас целая команда. Да, команда. Как это командное творчество? Ну уж мы так долго в этой команде существуем, что понимаем друг друга очень хорошо. Ну это получается с 87-го года, если я ничего не путаю. Да, не пугайте меня, так долго не живут. Да, мы встретились действительно в 87-м году. И несколько лет ушло, так сказать, на поиски пути, так сказать, что обычно в творческой биографии художников. И как вы нашли этот путь? В 90-е в общем вышли более-менее на какой-то путь, такой определившийся путь современного искусства. И довольно много проектов выпустили за эти годы. Совместно. Ну, придумываем, сообщаем. Это в процессе нашего такого естественного общения, нашего такого постоянного какого-то разговора в разных форматах, так сказать, в поездках и здесь. Обязательно ли находиться совместно друзья художника? Мы узнаем чуть позже. Оставайтесь в компании «Страны ФМ». Мы вернемся. Дорогие друзья, стезей высокого искусства мы продвигаемся в этом часе на телерадиоканале «Страна ФМ». Участники арт-группы «АЕС плюс Ф» сегодня в гостях у нас Евгений Свецкий и Татьяна Арзамасова. Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем нашу такую словесную пока экскурсию. Дело в том, что в Центре современного искусства Марс до 1 августа можно будет посмотреть удивительный, на мой взгляд, проект. Вы попадаете буквально в новую для себя реальность. В мир фантазии и виртуальной реальности. Ну, я бы не сказала, что это мир фантазии, это скорее мир наших фантазий. Мир нашего воображения, как мы параллельно представили тексту Сары Кейн, который лежит в основе. И, кстати говоря, можно, соответственно, 12, 13 и 14 июня посмотреть изумительный спектакль, который мы сделали в сотрудничестве с Александром Зельдовичем. И увидеть, насколько разнообразен образ Сары Кейн, поскольку ее играет 19 актрис. Посмотреть в электротеатре Станиславской. Совершенно верно, на Тверской. Как правильно поступить? Сначала на Тверскую в театр, а потом в Марс или наоборот? Это уже зависит от наших зрителей и от того, что они предпочитают первым посмотреть. То ли они хотят увидеть театр, то ли они хотят сами погрузиться в этот мир. Но я бы посоветовала все-таки не упустить возможность исходить в электротеатр, потому что это потрясающий текст. Кроме тех образов, которые можно увидеть и в театре, и вот в этом VR, который сделали мы с Марсом, и игру актрис. И это необыкновенно эмоционально и серьезно в то же время. Так что, друзья, приглашаем. Что касается VR, расскажите, пожалуйста, как вообще это происходит? Человек приходит, покупает билет, что с ним происходит дальше, как он погружается в этот мир? Ну вот дальше его посадят в кресло-каталку, и он попадет в пространство такого больничного коридора, что, собственно, и дает возможность считать предлагаемую инсталляцию. Именно инсталляция смешанной реальности, потому что обстановка такая реальная физически, она соответствует тому, что потом присутствует и в виртуальной реальности. То есть человек как бы находится между одной и другой реальностью, и в идеале, надо сказать, что проект у нас еще развивается, и в дальнейшем, возможно, некоторые технические апгрейды, в зависимости от оборудования. Ну, я бы добавила буквально немного про кресло-каталку, потому что... Это же уже страшно с первых секунд. Нет, это такая большая мышка, на самом деле, в этом случае. То есть, ну, это кресло... Совершенно верно. Да, само это кресло, оно является джойстиком для управления передвижением уже виртуальной реальности. То есть человек надевает шлем, и вот он так вот постепенно въезжает, и плавно переходит из одной реальности в другую. Ну, вот, ну, в идеале, в дальнейшем, я надеюсь, получится сделать так, чтобы он мог туда-сюда, так сказать, переходить, возвращаться, видеть, не снимая шлема, видеть всю окружающую среду, и обратно погружаться, значит, в сферу виртуальных видений. Вот, и, соответственно, вот в этом некоторая новация. Сколько длится путешествие? Ой, это трудно сказать. Около 18 минут там длительность, на самом деле. Ну, вообще, мне просто кажется, что, в принципе, вот такое соединение вместе с иммерсивным театром Виара, это было бы, на самом деле, ну, для меня пока это выглядит как некий такой театр будущего, где ощущения будут глубоко, индивидуальные, и чрезвычайно важное взаимодействие там с актером, с ассистентом, и это совершенно дает совершенно другие ощущения, чем просто, допустим, тот же шлем, который существует, и ты уже сразу понимаешь, что ты находишься. Но когда у тебя возникает контакт с кем-то, кто с тобой так или иначе присутствует в этом пространстве, это уже становятся другие ощущения. Мне кажется, это в будущем для театра будет очень важно. То есть иммерсивный театр — это где актеры и люди рядом, зрители... — Это так называемое погружение, спектакль с погружением, когда зритель находится как внутри самого процесса действия спектакля, и отчасти является его участником, ну, или, так сказать, просто окружён этим действием. — Подглядывает непосредственно, что там происходит. — Да, ну, иммерсия, собственно, погружение. — Особо впечатлительным что посоветуете? Вот если уже с первых, считайте, секунд человек садится в кресло-каталку? — Ну, я особо впечатлительным, и людям на грани какой-то нормы я вообще бы не советовала переживать такой опыт, потому что это всё-таки совершенно другое. Это не чтение книги. — Восприятие, ну, конечно. Я знаю, что на некоторых людей даже чтение книги производит необыкновенно травмирующее впечатление. А, так сказать, люди, которые в то же время способны и погружаться, а их большинство, и дистанцироваться, особенно после окончания действия, или участия в VR или в иммерсивном театре, тем совершенно никаких нет рекомендаций. Это у них будут рождаться собственные впечатления и собственные ощущения. В принципе, искусство — это вообще такая вещь, которая должна именно не учить, не чему-то наставлять, но которая должна будить в человеке вот то его самое собственное понимание, собственную эмоцию. — И давать опыт. — Быть катализатором для каких-то мыслей, которые потом... — Ну и какой-то опыт переживаний предлагает. — То есть, в принципе, мы, когда делаем вот все эти наши видеоистории, мы никогда не пишем сценарии. Мы никогда не считаем наших зрителей там, допустим, глупее, чем мы. И мы абсолютно правы, потому что когда люди смотрят наши образы, их последовательность, у них у самих возникает какая-то нарративная история, они по-своему это объясняют. — У каждого своё подсознание. — Совершенно верно. И мы не хотим никак... — Влиять, да. — Мы даём, но мы не хотим людей направлять никакого насилия. — То, что Таня говорит, это скорее относится не только к этому проекту, а вообще к нашему подходу, к нашему общему такому. — Скажите, есть ли какая-то фокус-группа? Вот вы сделали проект, может быть, тоже ваши коллеги... — На чём мнение вы опираетесь. — Да, может быть, вы сами проходите и... — Вы знаете, мы прежде всего сами являемся не только... — Первичной фокус-группой. — Да, не только авторами визуального мира, да. Но, естественно, мы сами потенциальные и зрители. И более того, мы можем себя поставить на позицию, там, арт-критика. А что он напишет или что он подумает? — Это, конечно, участие в группе подразумевает, можно подискутировать. — Да, потому что это даёт дополнительные возможности. Нас четверо, это уже создаётся некоторая такая, ну, как бы, среда, которая может смотреть и изнутри, и как бы извне. Поэтому нам, в общем, легко, поскольку есть всегда, как бы, близкие люди, которые могут заметить то, что там один не заметит. — Значит, Лев Евзович и также Владимир Фридкис, да? — Да, совершенно верно. — Мы говорим о них, большой привет им передаём. — Спасибо. — Дорогие друзья, мы хотим напомнить, у нас в гостях сегодня участники арт-группы АС плюс Ф, Евгений Святский и Татьяна Розамасова. Мы совсем скоро продолжим. Впереди у нас небольшая музыкальная пауза. Друзья, и оставайтесь с нами, можете задавать свои вопросы. — И пока, да, в Марс через интернет билеты заказывайте, потому что всё уже... — Пора уже. — Да. — Друзья, вы слушаете и смотрите «Страну.ФМ». У нас сегодня в гостях Евгений Святский и Татьяна Розамасова. Замечательные художники, очень интересные собеседники. Нам интересно, откуда вы сейчас вернулись? Насколько нам известно, была какая-то выставка ещё и недавно завершилась. — Да, совершенно верно. — Она не завершилась. — Не завершилась, в смысле, вы её оптанали, презентовали. — Мы открыли в Женеве, в Музее искусства и истории. Это такой своего рода Женевский Лувр, один из старейших, крупнейших музеев в Женеве. Ну и в Швейцарии, пожалуй, наверное, тоже. Значит, построены где-то в начале 20 века. Там открылась выставка под названием «Аэс Плюс Ф. Театром Мунди», где мы показываем работы из нескольких проектов, включая наиболее поздний «Инверсо Мундус», «Перевернутый мир, иначе по-русски», и проекты из трилогии, то есть «Последнее восстание», «Пир Трималхиона» и «Аллегория Сакры». Там три видеоинсталляции, большие наши картины-принты, скульптуры, объекты. В общем, такая достаточно большая выставка, занимающаяся четыре зала. И она продлится до 7 октября, так что все, кто путешествует в Европе, в Швейцарии окажется... Не проезжайте мимо. Не проезжайте. Ну, я бы добавила еще, что мы по некоторым музейным условиям пошли на такую интервенцию залов старых с абсолютно новыми строительными конструкциями. И вся выставка, она располагается на строительных лесах. И ощущение, на самом деле, как ни странно... Сейчас можно смотреть. Да, вот вы видите экран, который, на самом деле, располагается на строительных лесах. То есть он натянут на... И картины, и... Это вот специально, чтобы человека зажимать, голова и руки. Ну, это как раз объекты, скульптуры объекта из проекта «Перевернутый мир», «Инверсо Мундус». Да, такой столб позоров в стиле дизайна Икеи. И туда, в основном, зажимают для позора мужчин. Да, делают это женщины. Когда-то зажимали женщин. Но сейчас... А вот поскольку всё наоборот, поскольку всё наоборот, то в основном всё... В нашем фильме так происходит как раз, что женщины-мужчины. Ну, история «Перевернутого мира», «Инверсо Мундус», это, в общем-то, история запечатлённая, ну, начиная со средних веков, в таких народных лупках, которые с удовольствием печатались там в Европе, представляющие собой мир наоборот. То есть там происходят самые невероятные события. Там, например, осёл становится всадником, свинья начинает резать бедняка, мясника, а бедняки как раз подают милостыню богатым. И всё меняется своими... Да, ученики-учители секут. Да, всё меняется своими местами. И, в общем, мы делаем эту работу, а это, значит, такая арт-видео многоканальная инсталляция. Мы как раз подумали о том, что в современном мире как бы является вот этим миром перевёрнутым. И вдруг подумали, что мы-то уже давно все живём в этом перевёрнутом мире. И что для нас, скорее, да, статус-кво – это уже будет знаком перевёрнутости. Но все эпизоды, которые мы там показали, они, в общем-то, взяты с этой исторической гравюры лупка. Карнавальная культура в сущности. Это, получается, европейские какие-то лупки, да? Или это... Ну, вы знаете, в России тоже любили эту тему отчасти. Приведите пример, Татьяна, что было такое? Народные картинки. Ну, это гравюры обычной ксилографии. То есть, ну, чем старее, тем с большей верностью можно сказать, что это были ксилографии. То есть гравюры на дереве, которые иногда раскрашивались, иногда не раскрашивались. Это обычно такой лист бумаги, достаточно большой, на котором много маленьких картинок, изображающих вот такие простые ситуации, где все перевернуто наоборот, так сказать. Вот, например, известный сюжет, где, значит, женщина в брюках, а мужчина в юбке, который входил вот в этот самый, так сказать, набор перевернутых, картин перевернутого мира, уже, в общем-то, каким-то образом вошел в мир нормальный. В общем, вот тогда-то они и предрекли. А то, что бедные кормят богатых, тоже вполне, вернее, так сказать, подают богатым милостыню, тоже. Ну, это всегда кто-то. В некотором смысле. Скажите, а где вы сами вот отдыхаете, может быть, ходите по каким выставкам, музеям? Есть ли такая потребность для вдохновения, просто душа просит? И как вы это делаете? Совместно или по одному всегда? Это вопрос индивидуальный, конечно. На самом деле, как когда, конечно, мы ходим на выставки, это часть, так сказать, нашей профессиональной деятельности, просто интереса. Ходим по-разному. Иногда вместе, иногда порознь, это уж как придется. А если мы в поездках в каких-то разных странах, то там мы, как правило, вместе, конечно, ходим. Ну, а в Москве уж тут по-разному. VR-штука передовая, но, скорее всего, что-то когда-нибудь обойдет и VR. Вот как вы считаете, что это будет уже? Это какое-то трехмерное погружение или еще что-то? Или наоборот, вот у меня в догонку вопрос. Люди устанут от этого и захотят классического восприятия. Сложно сказать сейчас. Очень трудно прогнозировать судьбу VR-а именно в применении к искусству, потому что, с одной стороны, в силу технического устройства этого медиа, оно как бы индивидуальный прибор. Возможно, у него будет, ну, как бы, так сказать, такое применение, как возможность виртуальных экскурсий в музеи на всякие удаленные экспозиции. Уже почти есть такое. Фактически уже используется такая форма. Как, собственно, медиа для произведения искусства, вот оно ограничено вот этой самой возможностью, ну, как бы, какому большому количеству одновременно людей можно показать вот на выставке. Это ограничено количеством этих приборов. которые можно там установить, да? Это не так много, как правило. Ну, это может быть каким-то образом преодолено, и это могут оказаться там, я не знаю, целые театры. Но я вот, например, знаю, что, тем не менее, при всех исключительных сейчас приходящих новых инструментов в сферу там визуально, тем не менее, существует огромное такое желание и традиции тоже. что, вот, например, сейчас как бы необыкновенно популярно и очень желательно создание абсолютно новых опер, то есть полноценных, никакого не артхауза, а с сюжетом, с декорациями, с костюмами, с новой музыкой. В общем, завязываем с рэпом и опером. И тем не менее, тем не менее, присутствие живого человека на сцене, там, с его дыханием, голосом, там, это все все равно для людей остается очень важно. Люди, мы вернемся, живые, с голосом и дыханием. Дождитесь нас. Роман Шахов, Лиза Калинина в студии. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях участники арт-группы «С плюс Ф» Евгений Святский и Татьяна Розамасова. Мы говорим о уже ближайших проектах тоже, которые будут. Вот вы говорили о выставке, которая сейчас идет в Женеве. Что еще, чем вы хотите поделиться с нашей аудиторией? Проект в Марсе идет до 1 августа. Конечно, мы еще об этом напомним. Мы еще, значит, можем сказать, что совершенно чудесный арт-фестиваль, который открылся в аптекарском огороде. Там много художников. Чрезвычайно какая-то любезная среда для искусства. Там показывают наше видео. В том числе туда можно сходить, посмотреть, правда, один канал, но в большом качестве с великолепным проектором, который делает эффект вообще практически присутствия или там, по крайней мере, заглядывания в другую жизнь. И, соответственно, в Третьяковской галерее она не закрылась? Нет, не закрылась. Вот Третьяковская выставка искусства двухтысячных, где наше другое видео, последнее восстание, также в одноканальной версии показывается в экспозиции. Так что вот, видите, в Москве три выставки, где можно увидеть наше произведение на данный момент, из которых односольное в Марсе и две большие групповые. Ну, так говоря, значит, про некие будущие приглашения мы, значит, всех зовем в Палермо, где после 15 июня в рамках манифеста, а манифесты — это такая путешествующая биеннале, которая раз в два года организуется не в постоянном месте, а все время манифеста, выбирает новые столицы или места. Вот в этом году она будет в Палермо, на Сицилии, и можно будет увидеть наш новый проект, который называется «Средиземное море». Палермо, кстати, культурная столица Европы в этом году. Отлично. И он будет показан в одном из красивейших залов Театра Массима, зала Помпеяна, круглая, расписанная, как действительно помпейская фреска. Там будет наш новый фарфор. Это серия из девяти скульптур, которых мы сделали в сотрудничестве с студией Людмилы Каминской в Москве. У нас можно смотреть, кто сейчас нас смотрит, обратите внимание. Да, и он посвящен, на самом деле, Средиземному морю, которое всегда было и зоной конфликта, и зоной взаимодействия. И вот здесь, в этой нашей серии, это как раз история спасения беженцев, которые в результате конфликтов пытаются покинуть их разоренные дома, а европейцы их спасают. Ну, в такой некой аллегорической форме, и в стиле неаполитанской фарфоровой мануфактуры Капо-Демонте, мы сделали девять разных сюжетов, где вот туристы непосредственно вытаскивают из воды беженцев. Все жизненно. Беженцев. Да. Вот. И это абсолютно традиционный фарфор, традиционного размера. Более того, водичка там просто сделана в стиле школы Капо-Демонте, такие волны с золотом. И герои, соответственно, современные люди, потому что, допустим, в том же Капо-Демонте всегда любили актуальные темы, и вот мы старались как бы сделать все актуально. Такую историю. Скажите, это все может быть по одному, может быть их много, вот этих, можно бы прикупить там, поехать все купить. Как вот? Да, крайне лимитированный тираж. То есть этот проект, выпущенный тиражом шесть экземпляров. А будет ли, при желании, если есть серьезные намерения, так сказать, коллекционирования фарфора, то их можно приобрести. Но для этого надо с нами связаться. Как с вами связаться? Давайте сразу. Студия, студия, собака, iasf.art написать нам на этот имейл и заявить со своих желаниях. Кстати, творите что-нибудь на заказ. Вот вопрос. Крайне редко. То есть это обычно были случаи, когда мы такие вещи делали, но это, как правило, что-то связанное с нашим уже существующим проектом. В его рамках поступали заказы от коллекционеров, которые хотели в рамках этой идеи иметь что-то особенно специальное. было за все время наверное 3-4 таких случая. Это либо были скульптуры специально сделанные по мотивам уже существующей серии, но более крупного размера, скажем, как мы делали в Корее для корпорации Колонн. Вот в их небоскребе в фойе стоят 3-метровые, даже больше 3,5 метра высотой из нержавеющей стали наши дети с бластерами с проекта Action Half-Life. В то время как изначально серия была сделана натуральной величиной из бронзы и она была многократно показана в Москве, ее многие видели в предыдущие годы и она в коллекциях уже в основном разных находится. И были случаи, когда картины делали, ну, принты, то, что мы называем цифровой живописью, вот тоже для нескольких таких коллекционеров это в проекте последнее восстание делалось. Скажите, а вот молодежь занимается, увлекается вот эти молодые художники, которые заканчивают учебное заведение, насколько они VR-ом вот этим направлением искусства увлекаются? Спрашивают ли у вас совета? В этом вопросе как? Ну, с VR-ом, видите, мы сами только увлеклись, то есть мы не можем себя считать гуру именно с этим медием, мы вот экспериментируем, мы хотим сами разобраться и понять возможности этого медиа, да, и насколько, так сказать, оно нам дальше будет интересно, вот сейчас все очень наживое, так сказать, это эксперимент. Что касается вообще интереса молодежи и нашего с ней общения, то оно, безусловно, идет постоянно, мы читаем часто лекции, мастер-классы и очень много всегда вопросов, много желающих попасть к нам в студию в качестве интернов, но, к сожалению, интернов у нас такой практики как-то в студии трудно это организовать, то есть не совпадаем как-то так вот, но, так или иначе, вокруг нас, вообще в нашей команде довольно много молодых людей, то есть среди наших помощников, вот, ассистентов, особенно когда проект вот идет, то команда увеличивается. И попасть в нее, в принципе, можно написать. Ну, нас интересуют, безусловно, специалисты, с одной стороны, это мы всегда в поиске, к новому проекту, в поиске актеров, моделей, Евгений, молодежь услышала, все, ваш призыв принят моим поколением. Спасибо вам огромное, мы еще раз хотим пригласить всех в Центр современного искусства Марса, до 1 августа продлится такой проект «Психоз», так что приглашаем, друзья. По мотивам Сары Кейн, друзья, приходите, Пушкарев переулок 5. Да. Не бойтесь. Не бойтесь, да. Спасибо вам огромное, друзья, мы хотим напомнить, у нас в гостях были участники арт-группы «С плюс Ф», Татьяна Арзамасова и Евгений Святский. Спасибо большое. До новых встречи. Спасибо вам. Лучшее в стране на телерадиоканале «Страна.ФМ».